всем привет меня зовут алена вы на канале козел вард сегодня подрисовать дракона радуга из игры легенда дракономании буду рисовать обычным простым карандашом 7b вы можете взять абсолютно любой другой карандаш который у вас будет под рукой первым делом я нарисую вертикальную линию и точку на самом верху далее отмерю какой-то отрезок и разделю его на две части далее половина отрезка я отведу вниз и ниже еще не такой же отрезок большой сделаю проведу линии чтобы удобнее было рисовать в верхнем отрезке мне нужно нарисовать круг вы можете сделать это абсолютно любым способом который вам доступен можете нарисовать от руки что приветствуется а можете взять цирку и циркулем сделать круг как вам будет удобно любой вариант будет правильно делю этот круг на пополам отмеряю середину половины круга и провожу линию вниз от серединки нижнего отрезка также провожу линию получаю точку схода вокруг этой точки буду строить еще одну окружность не обязательно чтобы круг у вас получился супер ровным достаточно нарисовать его примерно кругу кругом он нужен мне для того чтобы нарисовать пузико дракона здесь она будет продолжаться дальше будет у него хвост хвост можно нарисовать как длиннее так короче какой вам больше по душе заканчивать хвост я на этом этапе не буду потому что дальше я вам покажу как буду рисовать возле вообще внутри вот этого круга делаю такую дугу небольшую и рисуешь и подвожу немножко пузико дракончика и соединяю с хвостом ну как-то примерно так вот в этом месте у него будет находиться задняя нога таким образом я ее отмерю она такая типа похожая на пол немножечко в виду потому что не видно на фоне окружности и и там же будет у него лапка лапку и также дорисовывать на этом так не буду потому что сейчас делаю набросок полного рисунка потом уже буду все обводить дорисовывать детальки просто вот так вот оставлю а потом дорисуем укладки чтобы были теперь хочу нарисовать ему лапки они достаточно маленькие я даже не знаю как какую функцию они выполняют рисую вот такой овал и такой же длины рисую еще один овал можно даже нарисовать его побольше чем предплечье и рисую дальнюю лапку она как бы такая типа выглядывает из-под тела из-за тела они из-под тела из-за тела и она достаточно короткая в этом месте у него будут крылышки в урану и кстати дракон радуга чем-то напомнил мне какого-то единорога и он также раскрашен как единорог как единорогов раскрашивают и он в форме какого-то типа лошадки какой-то что ли на все очень сильно похож теперь приступаю прорисовки хвоста рисую вот такую штучку я даже не знаю как ее назвать но на картинке из игры именно такая штучка нарисована рисую такую дугу и по дуге начинаю рисовать сами эти перышки сколько их я не помню но чтоб пять там что-то радуга она же как лед каждый охотник желает знать чего-то там про фазан где сидит фазан или живет ли фазан и там получается как каждый это красный охотник-то оранжевый и вот по вот этому короче по вот этой теме они собственно так и расположены эти цвета я точно не помню просто не хотела никогда заморачиваться над этим абсолютно мне не интересно как расположены цвета в радуге не знаю почему на данном этапе я занимаюсь какой-то фигней я делю пузико напополам и хочу нарисовать ему вот такие штуки я не знаю как называется но это типа если смотреть у ящериц то что-то что-то связано с их генетикой я не знаю но практически у всех динозавров они есть динозавров какие динозавры дают динозавры кстати тоже есть у драконов теперь рисую глаз для этого провожу вот такой вот квадратик он будет по ширине до середины находить половина круга в этом квадратики рисую опять же круг это глаз на слезнячок у него будет находиться ближе к углу этого квадратика внутри я зрачок зрачок тоже круг находится почти посередине или ровно посередине но с моим багажом рисование кружков у меня не получилось нарисовать его ровно пацан ну примерно и рисую слизнячки слизнячки будут направленные один чуть ниже на другой чуть выше середины глаза теперь думаю нарисовать его мордочку для этого но примерно где-то ширина глаза будет ширина мордочки от круга и рисуем такую прямую далее соединяю с кругом нижняя часть самая легкая надо вот таким образом соединить все это будет челюсть даже так как это выдуманный персонаж и его не существует вы можете добавить что-то свое и его никто ничего не скажет по этому поводу потому что это будет чисто ваша фантазия а не чат нарисую его челюсть она доходит до середины глаза далее рисуем и вот такой вот дугу это будет нос он типа как сказать ну типа не плоская голова она немножечко объемная и его рисуют только вот нос переносицу и добавляю вокруг глаза вернее вокруг а сверху типа бровь и здесь быть нос остря ну пока вот такой вот как написали в комментариях под фото сообществе очень похож на чупа-чупс теперь рисуем рожки их у него с одной стороны три штучки и недостаточно ну такие типа небольшие один нарисовать побольше я посмотрела они на него поменьше и не совсем малюсенький рожочек что-то мне окно трескается на улице холодно ночь я казалось бы зима вроде бы все нормально поэтому просто холодно вот такие рожки в виде треугольничках я ему рисую и добавляют на типа объема ну такие как назвать то дуги также рисуем еще одно еще одно рожку с другой стороны особо его не выделяю его не должен быть ими по сути осталось ему нарисовать когти на локтях и нарисовать ему типа что эту комнату вот эти цвета то разные примерно определяю расстояние рисуют углу и теперь начинаю рисовать ему как на картинке из игры у него там такие типа перья не перья как они называются и не знаю ну что похоже на вот такие штуки я рисую чуть выше ноги потому что мне кажется что они какие-то мелковатые у меня будут и поэтому я чуть-чуть выше рисую на сторону чуть-чуть снизу сверху их можно нарисовать абсолютно в любом количестве но главное не больше я так понимаю цветов рануги потому что это будет неправильно вообще не знаю сколько цветов рану 7 раз у него вот этих перышков 7 наверное 7 надо будет кстати даже поинтересоваться хотя абсолютно не нужна информация для меня конечно отмечаю блик в глазике и хочу нарисовать ему коготки на в своем стиле можете повторить за мной я их не стала рисовать большими хочу нарисовать их маленьким она она говорю этот дракончик он кажется мне таким милым крохотным я даже думаю что если бы он существовал он был бы небольшим ну каким-то маленьким что он слишком милый и слишком мило создания большими не могут быть хотя если наверное создание милое но большое скорее всего но сбоя ну типа знаете все что милое притягивает к себе хороших людей и потом есть так вот далее я нарисую ему line или как ну как-то типа модно называется просто возьму маркеры и я не пока не стала показывать процесс раскрашивания потому что он занял очень много времени ну и так в принципе если я раскрашиваю люблю как-то это за кадром делать что не не думаю на камеру если вам прям очень интересно будет как я его раскрасила и народа покажу отдельно роликом но все зависит от ваших комментарий вот такой вот дракончик у меня получился если понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал обязательно пишите какого еще другом нарисовать и спасибо вам всем за ваши теплые добрые комментарии что вы пишете что вы со мной всем спасибо всем пока пока